К.Д. Алуштинская легенда Кошка, которая крадется, чтобы поймать птицу, не так хищна, как на Аллы, дочь Рашида. Ах, Рашиид, Рашиид! Аллах знает, как наказать человека. В Демирджи боялись Рашида. Злой был человек, злой и хищный, как старая лисица. Тихо говорил. Балдан Татлы сахарное слово знал. Улыбался. Придумывал человеку обиду. Пошла на злы в отца. Ласкалась, хвалила его. Распускалась у отца сердце, как благоухающая роза. Тогда дергала на злы отца за бороду, царапала его, кусала и убегала в Жасмин. Не достанет там отец. Хи! Скрывал Рашид от людей свои горе и по-прежнему был важен, когда на улице ему кланялись и свои, и чужие. Намного верст кругом знали Рашида. От Демирджи до Алушты. Тянулись его сады. А тратил на себя меньше, чем слепой Мустафа. Напрасно все это, Рашид, ага. Умрет богач, не больше останется, чем от бедного. Ехал Рашид из Алушты, продал хохелгана. Если побить больного по спине и потом продать белого петуха хохелгана, то когда начнут зеленеть деревья, вся твоя болезнь перейдет к другому, кому продал хохелгана. Болел у Рашида давно живот, теперь больше не будет болеть. Шла дорога в гору, устали лошади бежать, устал Сейтар погонять. Айда, Сейтар! Свердился Рашид. Не свои были лошади, чужих нанял. Нечего было жалеть. Смотрел Рашид, ага, на свой сад, приятно было. Миндаль оделся листьями, другие деревья были в цвету. Думал Рашид, кто-нибудь двадцать тысяч даст, опять не отдам. Оглянулся назад, высоко поднялись. Синее море, как стена, стало. Красиво было смотреть. Только не подумал об этом Рашид, ага. О другом подумал. Как много добра даром пропадает. Когда кушают люди, сколько сала на тазу остается. Мяукнул у плетня Кеде кошка. Отчего Кеде эти, например, нельзя есть? Ну, сам не ешь, гостей можно накормить. Прибавить к курдюку хороший пилав будет. Приехал домой, сказал на злы, что думал по дороге. Смеялась на злы. Вот хорошо, непременно сделаем так. Соберем соседских кошек. Сама резать буду. Позовем гостей из Шумы. Рад был Рашид посмеяться над шуминцами. Давно хотел их наказать за то, что не продали ему леса. Сделаем, только смотри, никому не говори. Пропала кошка. У одного, у другого. Мало ли куда могла забежать, не удивились. Удивились, что Рашид, ага, гостей из Шумы позвал всех. Всех, кто бороду запустил. Недаром. Подала на злы пилав. Дымился рис, только немножко неприятный запах был. Точно кошка близко ночевала. Однако шуминцы ели, некоторые даже хвалили. А ты отчего сам не ешь, угощала на злы отца. Попробовал бы, как я приготовил. Отплюнулся в сторону Рашид, смолчал. А шуминцы хвалили. Хорошая хозяйка у тебя, дочь. Ох, хорошая, в тебя вся пошла. И много еще другого говорили хозяину. Только икнул один, и показалось ему, что в животе у него мяукнула кошка. Слышали другие, подумали. Обрадовался человек, что в гостях объелся. Однако, когда на ночь вернулись шумы, не у одного, а у всех замяукало в животе. Не спали всю ночь. Мучились точно, кто царапал внутри. А старый Асан чуть не умер. Да что ты, кошку, что ли, съел? Сердился на него сын, потому что тот не давал ему спать. И подумал Асан, не посмеялся ли в самом деле над ними Рашид Ага? Не накормил ли дрянью? А наутро вся деревня узнала, что накормил Рашид Ага людей пловом из КД. Шли мимо два демерджинца и посмеялись над глупостью шуминцев. Обрадовались, кошатины наелись, мяу-мяу. И стало от всех шуминцев после этих слов пахнуть кошкой. И через месяц, и через годы, и через десять лет. И даже теперь не прошло. Едешь мимо шума и слышишь кошку. Может быть, что и прибавить. Не прибавишь, хорошо не расскажешь. Артмосы и ганиме. Только одно правда. Если проезжаешь по шоссе мимо шумы, не дай бог сказать мяу, лучше молчи. Хорошо, если тебя обругают или плюнут. Случится топор, и топор вдогонку полетит. А не веришь, испытай. Крикни, проезжай мяу. Посмотри, что выйдет.